Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. В разводе гость, есть ребенок в 3,5 года. Были мужчины, но как были, общение, встречи не были. Как-то все не то, то женатый, то хулиган. У меня много комплексов, я не люблю, когда на меня смотрят люди, сразу кажется, что обсуждают меня. На работе все ко мне как годы отношения предвзято, сплетни, обсуждения. Даже в детском саду, воспитатели, отношения ко мне и к ребенку не очень. Мне тяжело одной поднимать ребенка, бывший мужчина не помогает, друзей у меня тоже нет. Я ощущаю себя каким-то отбросом, предметом насмешек. Я ненавижу себя, мне тяжело. Я устал улыбаться, казалось бы, все хорошо, но на душе какая-то боль. Я ухожу в работу, с головой не жалея себя. Ну, смотрите, во-первых, вы здесь не задаете свой вопрос, все у нас, да, просто. То есть, ну, да, предположим, предположим, что вы хотите измениться. Вот. Ну, гипотетически. Вот, вы хотите измениться. Хорошо. Если вы хотите измениться, то хотите ли вы этого? В какую сторону вы хотели бы измениться? Вот. Ну, вообще, вообще, вот, что вы хотели бы себе изменить и так далее. То есть, ну, вот, вы говорите про комплексы, что вот у вас комплексы, комплексы есть. Ну, это понятно, понятно, в данном случае. У вас есть комплексы, хорошо. Ну, и вы хотели бы эти комплексы изменить, исправить? Вы хотели бы как-то по-другому к себе начать относиться или что? Чего бы вы хотели там? Вот, вот, какой вопрос здесь, мне кажется. В первую очередь, вам нужно себе самую задачу. Дальше. Вы говорите о том, что вам тяжело поднимать ребенка одной. Ну, я думаю, что у подобного ощущения есть основания. Во-первых, вероятно, вы многого от себя требуете. Это первое. Вот, прям, многого. То есть, высокие требования к себе, они... могут... приводить... к тому, что вам тяжело. когда и если... когда и если... человек не... признает... своих ограничений. Вот. Ну, а понятно, что... свои ограничения вы... признать... не можете. Потому что... и так... себя ненавидит. ненавидит... а... а... агрессия... ... которые... в данном случае... направлены на вас. То есть, в какой-то момент вы решили, что безопасный будет агрессировать на себя, вот, ну и благополучно этим занимаетесь. Игнорируя при этом то, что может вам что-то не нравиться, игнорируя при этом то, что может вас что-то не устраивает, то есть, ну вот, как-то всё это благополучно вам игнорируется. Люди это вполне хорошо чувствуют, что, ну, что вы готовы это игнорируете. И ведут себя с вами вот так, как ведут. То есть, вы себя, получается, сами не защищаете. Вот. И люди к вам относятся соответствующие. Мы сейчас не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Мы сейчас говорим только о том, что есть. Есть вот это. что-то, к сожалению, хотите вы этого или нет. Поэтому это нужно само собой менять. начинать нужно соотношение к себе, с признанием, с признанием, того, что вы можете чувствовать на кого-то агрессию, злость и что это нормально. На мой взгляд, то, что вам кажется, что вас обсуждают, связано с тем, что вам не хватает внимания к себе. Ну, вот, натурально вам не хватает к себе внимания. Внимания хочется больше. Ну, а вот, как его получить, это внимание, вы не знаете, не умеете. И вот, проецируете, переносите на людей то, что хотите. То есть, здесь ведь про что идет речь. Здесь идет речь про то, что меня обсуждают, потому что я. Интересно. Меня обсуждают, потому что я важна. Меня обсуждают, потому что я не пустым местом. То есть, получается так, что вы боитесь быть пустым местом. Вот. Ну, я вас прекрасно понимаю. Только путь, который вы выбрали для того, чтобы пустым местом не быть. Путь. Он такой, очень тяжелый, энергозатратный. И в пути легче. Гораздо легче. Но, нужно развивать внимательность, чувствительность к себе. Ну вот. Без этого не обойтись. К сожалению. Дальше. Вы в разводе. И развод – это травма. Это вот в любом случае травма. Травмой нужно прожить. Потому что пока вы все эмоции, которые у вас есть, в контексте эти травмы не прожили, они будут вас оправлять. Дальше. Ваш муж обязан вам помогать. Он обязан. Он обязан. Он обязан. Выплачивает алименты. Которые вы можете взыскать с него по закону, если он этого не делает. И вам будет всяко лучше. Физиал мне показал очень большое значение имеет то, чтобы ваш ребенок был не хуже других. Ведь именно в этом заключается один из ваших страхов, так скажем. На мой взгляд, вы боитесь и каждый раз чувствуете, что вы хуже других. Ну, вы боитесь и каждый раз чувствуете. Ну, в этом смысле. Понимаете? Страшие оценки – это недоверие себе. Вы себе не доверяете. Причем довольно сильно. Ну, правильно, как можно себя доверяете, если вы себя ненавидите. Про ненависть я уже сказал. Что это такое? Что такое ненависть? Ну, и я думаю, что… Я думаю, что только в ненависти деле. Думаю, что много у вас не прожитых боли, много у вас обиды на людей, много у вас каких-то… Ну, знаете, претензии, может быть, и в этом ничего нет плохого, что это есть, вы, вероятно, этого стыдитесь, пытаетесь от этого убежать, но это есть, что-то вы не знаете пока, что вам с этим делать, и, на мой взгляд, отдача психолога, выключает в том, что вам помощь. Вот, понимаете, понимаете, да? Ну, для того, чтобы вы нам помогли, нужно, чтобы вы нам разрешили это сделать, чтобы открылись, начали рассказывать о своих чувствах, эмоциях, о своих переживаниях, о том, чего хотели, об обидах. Вот. Вот. Вы это проживали. Дальше, вы будете получать некоторую обратную связь. И ваше отношение к происходящему будет меняться со временем, не сразу, но он будет меняться. Вот. Как-то так. Сейчас, вот прямо сейчас, когда у вас, по сути, нет вопросов, даже, когда у вас нет вопросов, когда непонятно, в какую сторону вы хотите идти, вы чувствуете себя в подвешенном состоянии. Ну, вы убегаете от себя, а вот убегаете от своей жизни, по большому счету. Ну, еще ни у кого не получилось выбежать. Мне кажется, что не получится и у вас. Поэтому, может быть, хватит тратить на это время, может быть, хватит на это. Пратить свои ресурсы. И, наконец, столкнуться с тем, что есть вы. Вы представляете себя. Вот. И вы увидите, что там не так страшно. Больно, да. Больно. Но не страшно. А с психологом, да, вам будет легче этот путь пройти. Вот. Я думаю, как-то так можно ответить вам на ваш вопрос. Вопрос. Вы. Большая молодец. Что. Обратились за помощью. Начали говорить об этом. Вы большая молодец. Вы большая молодец. Что озвучили то, что вас ооо, ну, беспокоят. Теперь. Теперь. Ваша задача сделать шаг вперёд для себя и для своего ребёнка. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, который позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.